Приветствую вас! Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа, я Максимов Максим, и это прямой эфир. Самый, что ни на есть прямой, прямей не бывает. Мир вам драгоценный, люблю, ценю, очень-очень уважаю каждого из вас. Вы такие благословенные, вместе мы сила, вместе мы тело Иисуса Христа. Мир вам и любовь да умножится от Господа. Итак, еще раз хочу сказать, я Максимов Максим, это прямой эфир из нашей маленькой студии. Поверите мне, он находится в гараже. Но, как вы там видите, лес сзади меня, такую потрясающую картину, такое благословение. И каждый день в прямом эфире я здесь с вами, кроме субботы и понедельника, кроме субботы и понедельника, я здесь с вами в прямом эфире. И мы проходим с вами очень серьезную, большую тему. Мы изучаем Писание, изучаем Библию. Для нас Библия становится очевидной, она скрывается. И Слово Божие обильно вселяется в наши сердца, растворяемое верой. Я приветствую всех зрителей телеканала Синол. Я верю, что вы получаете огромное благословение от Слова Божьего, от которого я получаю благословение, радость. Оно вселяется в наши сердца так обильно. Особенно я хочу поприветствовать наших друзей из общины, интернет-общины Дом Веры. Приветствую вас, драгоценный интернет-община Дом Веры. Если вы зритель телеканала Синол, думаете, о чем он говорит. Знаете, у нас есть интернет-община Дом Веры. Сейчас на экране появится ее адрес, ссылка домверы.ру. И вот там появится видео. Откройте, пожалуйста, нажмите на видео. И снизу на видео будет такая кнопочка, лайвстрим. Нажмите на лайвстрим, и вы окажетесь в том месте, где можно задать вопросы. И прямо сейчас я вижу, люди уже присоединились. И люди задают вопросы, приветствуют. Светлана из Агебасуза говорит шалом, привет, Светлана. Юлия из Абакана, Яков, неизвестно откуда он не подписался. Ануш из Армении, Елена с Алматы, Алена из Латвии, Дауглпис. Анастасия, не знаю откуда она не подписалась. Оля из Караганды, из Германии, Андреас. 777 Ирина из Сумы. Всех приветствую, алматинцев, Ялта, Чувашия. Всех, всех, всех любовью Господа Иисуса Христа. Приветствую участников Дома Веры. Если вы еще не член Дома Веры, я хочу сказать вам, обязательно становитесь членом нашей интернет-общины Дом Веры. Это такое благословение, это такая радость, это такая... Так хорошо быть вместе в общении, так хорошо нам вместе созерцать красоту Господнюю, вместе изучать Писание, вместе наслаждаться Его присутствием. И знаете, самое главное, вместе изучать Писание. Сегодня многие люди не могут поехать в библейские школы, колледжи и какие-то там учебные заведения, и сидеть с утра до вечера, но вы можете включить свой компьютер и день за день, днем, урок за уроком изучать Писание, разбирать Писание, вчитываться в Писание, рассматривать Писание и получать величайшие познания, откровения, мудрость, славу Божию. Когда ты смотришь в Писание, ты видишь, ой, как здесь много премудрости, как много здесь познаний, как много здесь от Духа Святого, как много Господь открывает для тебя. Я хочу, чтобы Писание стало живым для каждого из вас, и это моя цель, я хочу оживить Писание для каждого из вас. Как оживить? Да просто пока они напечатаны и пока они на бумаге слова мертвые, но когда они переходят в наше сердце, они оживают, и они становятся живыми. Аллилуйя! Поэтому у нас есть наша интернет-община Дом Веры. Это интернет-община, которая уже несколько месяцев существует, и мы в этой общине молимся, прославляем Господа, служим Ему, хвалим Его. И наша интернет-община, она очень благословенная, и она будет существовать многие-многие годы. Поэтому я хотел бы сказать, добро пожаловать в нашу интернет-общину, пусть Бог благословит вас. Ну что, сегодня у меня тема интересная, но перед тем, как я перейду к теме, давайте совершим молитву. Давайте молиться, прославляйте Господа, молитесь, много молитесь, постоянно молитесь, непрестанно молитесь. Обращайтесь к Господу, пускай ваша молитва не перестает. Молитесь, разговаривайте с Богом, просите у Бога благодати, просите у Бога милости, просите у Бога любви Божьей и познавайте Бога. Когда вы начинаете познавать Бога, Бог становится вашим другом. Я хочу открыть вам вот эти великие тайны. Ищите лица Господня, и Он будет открываться вам. Ищите лица Господня, и Он будет открываться вам. Он будет открываться вам. Сейчас ты смотришь меня возле телевизора и думаешь, о чем Он говорит. Я хочу тебе сказать, поиск Бога, это то, что Бог нам оставил. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. О, моя супружница принесла мне кофейку, спасибо, дорогая. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Так говорит Священное Писание, что наша жизнь спрятана. Господь так устроил. У нас спрятанная жизнь. Наша жизнь, ее нужно найти. Хотите найти вашу жизнь? Я обращаюсь к каждому из вас. Хотите найти вашу жизнь? Вам необходимо. Вам необходимо найти Бога. Я обращаюсь сейчас к каждому человеку. Я говорю вам, драгоценные мои, ищите Господа. Ищите Господа. А чего Бог прячется, скажете? Чего Он прячется? Чего Он прячется? Зачем Он прятался? Я хочу сказать, Бог скрыл свое присутствие. Бог скрыл свое присутствие. И Бог скрыл себя. Но почему Он скрыл себя? Для того, чтобы у нас был поиск Его. Для того, чтобы мы искали лица Господня. Чтобы мы искали Его. Он скрыл себя. Он не хочет играть в прятки, в кошки и мышки. Нет. Но Господь скрыл себя. Чтобы мы искали Его. Прибегали к Нему. Обращались к Нему. Молились. Славили Его имя. Поклонялись Ему. Чтобы мы вместе славили Его каждый день. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные слава Господу. Ну что, давайте помолимся. И перед тем, как начнем молиться, я попрошу моего сына. Сынок, здесь немножко холодно. Можно уменьшить кондиционер? Замерзаю просто, сижу. Итак, у меня вообще потрясающая семья. Дети потрясающие. Служат Господу. Ну и мне тоже помогают. Но они это делают ради Господа Иисуса Христа. У меня жена вообще героиня веры. Вот кофе даже принесла. Представляете, жена, если кто подаст праведнику кружку воды, а если кружку кофе, вообще будет достоин награды праведника. Поэтому я очень ценю мою супружницу, ценю мою семью, мою команду. Это служители Божьи, которые помогают мне делать Божье дело. Давайте будем молиться вместе. Я обращаюсь к вам, драгоценные, кто сейчас возле экранов находится. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь к Тебе. Прямо сейчас прихожу в молитве и ожидаю Твоего прикосновения. Господи, пускай кровь Твоя придет и очистит нас. Очисти нас от всякой скверды. Очисти нас от всякого беззакония. Очисти нас, Господи. Очисти нас. Я прошу Тебя, Господи, яви Твою милость. Яви Твою славу. Яви Твою силу. Да будет Твое благословение на нас. Господь, я прошу Тебя. Благослови. Благослови каждого из нас. Благослови, Господь, наши сердца. Благослови наши жизни. Благослови, Господь, чтобы мы познавали волю Твою. Чтобы мы искали Тебя. Чтобы мы приходили к Тебе. Чтобы мы сокрушались перед Тобой. Чтобы мы искали Тебя каждый день нашей жизни. Ты славный и великий. Ты Бог всемогущий. Я славлю Тебя, Господь. Я поднимаю свои руки. Я говорю, славен Господь, дивен Господь. Я поклоняюсь Тебе, Царь славы. Прими хвалу, прими благодарение, Господь тебе честь, Господь всемогущий, тебе слава, ты единый, достойный, ты достойный хвалы, ты достойный поклонения, я величаю и славлю тебя, Господь, в этой молитве я ходатайствую о всех людях, которые прямо сейчас смотрят меня, я прошу, Боже, благослови их, благослови их жизни, пускай благословение твое будет в их сердцах, во имя Иисуса Христа я молюсь за ваши жизни, я говорю благословение над вами, да пребудет Господь с вами, да направит вас Господь, да укрепит вас Господь, да поддержит вас Господь, да и зальет Господь от Духа Своего на вас, во имя Иисуса Христа я говорю благословение над вами, Бог всемогущий да пребудет с вами, именем Иисуса Христа я благословляю вас, Господь благослови, благослови Господь каждого человека, благослови их жизни, направь на пути твои, я говорю благословение над вами, Сейчас я молюсь за исцелением. Я знаю, что в жизнях людей есть зло, которое пришло в их жизнь. Кто-то попал в аварию, у тебя проблема с ногами, у кого-то проблема с сердцем, у кого-то проблема с кровью. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас, я прошу, Господь, исцели. Исцели каждого человека. Господи, исцели кровью Твоей. Аллилуйя. Да пребудет Господь с Тобой, да исцелит Тебя, Господь. Да восстановит Тебя, Господь. Да явит Свою силу в Твою жизнь. Ранами Иисуса Христа Ты исцелен. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу Иисусу Христу. Я благословляю вас. Я говорю слова благословения над вами. Приготовьтесь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя. И даст Тебе мир. И все скажем аминь, аминь, аминь. Итак, еще раз приветствую вас. Драгоценный это прямой эфир. Сегодня у нас 27 августа. Если вы смотрите меня на ютюбе, и сегодня не 27 августа, значит, это уже запись. Но в любом случае, те откровения, которые я буду говорить, делиться сегодня, они остаются навсегда. Что делать, когда кто-то приходит к нам и делает нам зло? Что делать? Какая у нас должна быть реакция? Когда люди приходят и делают зло, должны ли мы мирно молчать и ожидать? Ну пусть так будет. Наверное, Господь это так хочет. Должны мы ли сопротивляться зло? Должны ли мы бороться, отстаивать? Какая реакция на людей, которые приносят зло? Знаете, я видел семьи, где жена как будто ненавидит мужа и пытается ему что-нибудь насолить, наперчить, принести зло. Бывают мужья бездушные, и они не обращают внимания на жену, и там другим женщинам улыбаются, и комплименты другим женщинам дают, и когда это происходит, у жены, у нее хочется, что же он такой, что же он на меня-то не смотрит, что же он, что же он за человек такой? И иногда есть желание воздать, воздать ему злом, воздать ему злом, чтобы он знал, знал. Знаете, вот это состояние воздать злом. Вспомните притча 31 глава, где написано про жену, хорошую жену. Откройте, пожалуйста, притча 31 глава. Сейчас все вместе откроем. Притча 31 глава, это в Священном Писании, где-то посередине, сразу за псалмами. Притча 31 глава, и я буду читать со стиха, ну, 10 давайте. Притча 31 глава, с 10 стиха. Здесь написаны такие потрясающие слова. «Кто найдет добродетельную жену?» Вопросительный знак. Кто найдет ли кто-нибудь добродетельную жену? Если кто найдет, цена ее выше жемчугов. Жемчуг был достаточно редкий в те древние времена, и он был достаточно дорогим. Он приравнивался к золоту, потому что его немного находили. Потом уже научились его производить, и его цена упала. Но в тот момент цена ее выше жемчугов. Она очень-очень драгоценная. Уверено в ней сердце мужа ее. Знаете, если муж уверен в жене, то он не останется без прибытков. Вы посмотрите, какая прямая связь. Жена, уверенность мужа в жене и прибыль. Во многих семьях нет прибыли по одной причине, что муж не уверен в своей жене. И прибыль уходит. Прибыль уходит. Хотите, чтобы у вас была прибыль в жизни? У вас должна быть уверенность в вашей жене. Жена, сделай все возможное, чтобы муж был уверен в тебе. Многие мужья не уверены в женах. Не уверены, что они начнут говорить какие-нибудь глупости. Не уверены в женах, что они начнут говорить какие-то гадости. Они не уверены в женах, что жена сделает кучу ошибок. Что жена будет неправильно себя вести. Что жена будет открывать какие-то тайны или слабости мужа. И муж не уверен в ней. И если муж не уверен, то он останется без прибыли. Он будет без прибыли Но если муж уверен в жене Он останется с прибылью Я вижу успех в моем служении По одной, наверное, причине Что у меня, конечно, их несколько Но одна из основных причин Это уверенность в жене Жена поддерживает, жена помогает Жена участвует Жена стоит и поддерживает И дает благословение И все делает, чтобы помочь мне И участвует в моей жизни Какое благословение иметь Добродетельную жену, цена ее Выжий жемчугов, уверенно в ней Сердце мужа, и он не останется без Прибыли 12 стих Она, жена, воздает ему Добром, а не злом Вот этот важный момент Во все дни жизни Она, посмотрите, вот здесь написано Воздает ему добром, а не злом Добром воздает, а не злом Во все дни жизни своей Не только, когда молодые были Она его добро давала Во все дни жизни она воздает ему Что значит воздавать? Она реагирует на все Все, что муж делает Добром Вот это позиция христианина Я реагирую и воздаю добром Я воздаю добром Все, что в моей жизни есть Я воздаю добром Я хочу, чтобы он получил добро Я хочу, чтобы он Наследовал добро Я хочу, чтобы он Находился в добре Я хочу, чтобы у него было добро Как реакция Реакция на отношения Знаете, она воздает ему добром и зло И дальше нам целое Писание Во все дни жизни своей Итак, чем воздавать? Добром или злом? Конечно же Зло от дьявола И мы не будем даже сейчас здесь глубоко вторгаться В изучение Писаний Зло А он заслужил или не заслужил Это глупости Выкинь эти глупости из своей жизни Выкинь эти глупости Но он Он не сказал Он не заслужил Вообще не твоего ума дело Не нужно ему заслуживать Ты воздавай ему добром и все Точка И все сказали на это Аминь Воздавать мужу добром Это естественно Но он не достойный Нигде не сказано в Библии Если он будет достойный Тогда воздавай ему добром Это нормальная реакция христианина Христианки на мужа Но он какой-то не такой Нормальная реакция христианки Воздавать добром Не пилить Не травить Не солить Не поливать кислотой Не подмешивать ртуть Я имею ввиду эмоциональную ртуть Я имею ввиду эмоциональную кислоту Не отравлять Я ему устрою Одна женщина пришла ко мне на консультацию Она во время консультации сказала Я такое ему устрою Ему мало не покажется Я говорю Безумная Что ты говоришь Пусть знает Как мне плохо Я говорю Зачем Воздавай добром Ты хочешь увидеть благословение Воздавай добром А не злом Человеку не нужно зарабатывать Или стать лучше Чтобы получить от тебя добро Воздавайте добром Это не бартер Где мы обмениваемся Добро зло Я тебе добро Ты мне добро Я тебе зло Ты мне зло Вообще реакция Знаете Когда дети дерутся У меня пацаны Они постоянно дерутся 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 Уже выросли Все еще дерутся И вот Он подбегает Ударяет его И убегает Бежит Бежит И вот когда он ударяет его То он говорит Ах ты меня ударил И хотя знает Что он первый ударил Но теперь он не хочет Остаться последним Я что глупец Остаться последним И он бежит И он бежит за ним И он бежит за ним Через весь дом Тот убегает Кричит Бежит Тот подбегает Вот так бом Задел И этот разворачивается И начинаются вот такие гонки У вас такой есть дом или нет? У меня гонки постоянно были Все детство Они бегали друг за другом Он меня коснулся Он меня коснулся Я уже Знаете Я уже смотрю на этот дом Я так устал от этого Я говорю Прекратите Сейчас оба ремня Всем врежу Знаете Иногда только ремень спасает Когда они мне сдачу дать не могут И поэтому я их ремнем обоих отходил И все Вот это В естестве человека Воздавать злом Мне сделали зло Я должен кому-то сделать зло Знаете В нашей армии советской Дедовщина Причина дедовщины была Знаете в чем? Когда Однажды объявили Что Срок службы сокращать До двух лет А раньше Служили три года Вот три года было А потом сказали Двух лет И одному поколению Не повезло Они просто Не уволили всех Они сказали Вот с этого года Ну советская глупость Тупость наша Ну значит Наша русская тупость Мы просто Вот мы сокращаем И сократили Вот следующему призыву Вот они будут уже два года служить А эти старые Три года И вы знаете Откуда дедовщина взялась И вот эти Которые три года служили Три года служили Они так обозлились Что теперь придут Вот эти новые И они будут два года служить Они будут два года служить И они Они скажут Все Все Мы вас Мы вас всех Мы вас всех Всех тут уделаем И вы знаете что началось? Да началась катастрофа А эти трехлетки Они издевались Над новым призывом Целый год издевались И потом они уволились Ну ушли Ну вот эти Над которыми издевались Они подумали А почему это мы Над нами издевались А мы что не будем издеваться? И они на следующий призыв Стали издеваться А те в свою очередь Следующий призыв И знаете И вот так повелось Вот это безумие Из-за глупости Какого-то генерала Который бы Не чтобы сократить Всех кто сейчас служил Чтобы новое поколение пришло А он взял И сделал вот этот Дурацкий переход И начал издеваться Вот запустил вот это зло До сегодняшнего дня Дедовщина Процветает в наших Армиях Ужас Как остановить? И вот знаете Из поколения в поколение Передается зло И теперь Те над койким издевались Они считают Что это надо Воздать злом Я должен воздать злом Не воздавай Злом Необходимо остановить проклятие Знаете Как это зло Которое передается Из поколения в поколение Остановить Остановить проклятие Остановить зло Вы знаете В Израиле Там уже тысячелетия Идет эта Передача Ненависть Они убивают Вот нас евреи А евреи говорят Это вы нас И вот знаете Я смотрю на эту Тысячелетнюю войну Уничтожение Они друг другу Не чтобы остановить Зло Но они снова Детей воспитывают Говорят Вы должны убить евреев И убийство евреев Это хорошо И они уже воспитывают Зло Знаете Когда ненависть Одного народа К другому народу Когда ненависть Одного к другому И они Пытаются Вот поверьте мне Они пытаются Сейчас война Между двумя Братскими народами Идет И я уже Предвижу Как зло Начнет передаваться Ах вы нам А мы вам Вы узнаете И вот я уже Предчувствую Что будет месть Потом Потому что погибло Уже столько людей И люди не забудут И вот эта месть Зло будет передаваться Мы вас ненавидим Вы нас ненавидите И это будет Такой огромный Клин вбит Безумство политиков Которые пытаются Там какие-то Свои амбиции Политические Решить Поссорить Два братских народа Сделать их Ненавистными Зло Вы знаете Дьявол Автор зла Дьявол Воспождает зло И Там где есть Дьявол Там есть Всегда зло В священном писании Сказано так Ну давайте откроем Притчу 13 главу С 20 стиха Посчитаем Открыли Притчу 13 глава С 20 стиха Желание Исполнившееся Приятно для души Если ваше желание Исполнилось Приятно для души Но Несносно Для глупых Уколоняться От зла Несносно Для глупых Уколоняться От зла Глупым Очень трудно Вообще Нереально Уколоняться От зла А что это Уколоняться От зла Дальше написано 21 стих Общающийся С мудрым Общающийся С мудрым Будет мудр Логично С кем ты поведешься От того наберешься А кто дружит С глупыми Развратится 22 стих Грешников Преследует Зло А праведников Воздаётся Добром Грешников Преследует Зло А праведников Преследует Добро Две вещи Там где грех Там дьявол Где дьявол Там зло Если ты грешник Сейчас послушайте меня Если ты грешник Если ты грешник Тебя будет преследовать зло Если ты праведник Тебя будет преследовать добро Послушайте Если ты грешник Я обращаюсь к каждому Если грех живёт в вашем сердце Если вы грешите Вас преследовать Вас постоянно преследует зло Зло будет преследовать вас постоянно На каждом месте Куда бы вы ни пришли Зло будет рядом с вами Зло будет атаковать вас Зло будет бежать за вами Зло будет атаковать вас каждый день в вашей жизни. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Аллилуйя. Добрый, 23 стих, оставляет наследство и внукам. Представляете, добрый человек, зло или добро? Злой человек, добрый человек, он оставляет наследство не только детям, даже внукам. А богатство грешника, злого, сберегается для праведного. Потрясающе. Много хлеба бывает на небе бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает сына своего. 26 стих, праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Я подхожу сейчас к главной мысли, реакции христианина на зло. Реакции христианина на агрессивный мир. Сейчас мир стал очень злым. Сейчас мир стал очень-очень-очень злым. Злость это состояние, это состояние, состояние этого мира. Люди любят зло. Люди живут возле. Люди ценят зло. Люди думают, что быть злым это выгодно. Но Священное Писание говорит совершенно иначе. Зло от дьявола, добро от Бога. Благодетели Божии, плоды Духа. Одно из них есть добро, благость. Быть добрым. Сегодня очень мало дробных христиан. Все больше таких целеустремленных, таких радикальных, таких сильных. И хочется найти добрых христиан. Добрых христиан, которые просто добрые. Большинство, я когда смотрю, они какие-то вот так. У нас задача, у нас цели, у нас вот это. Нужно вот это, вот это, вот это. И доброта куда-то исчезает. Она исчезает, она просто растворяется. Хочется увидеть, чтобы после прослушивания моих программ, и вот этого эфира, кстати, я сейчас в прямом эфире с вами, чтобы вы почувствовали и сказали, я хочу быть добрым. Иногда образ целеустремленного, вперед стремящегося, такого пробивного человека, который все делает ради достижения цели. И добро это мягкотелось, это слабость. Он так культивируется. И некоторые христиане себе взяли и сказали, мы не хотим быть слабыми, мы хотим быть сильными. Мы хотим идти вперед. И исчезает добро. Люди перестали быть добрыми. Боже помилуй, Боже помилуй, помилуй нас. Давайте вернем добро. Воля Божия, чтобы мы были добрыми. Откройте Римлянам 12 главу. Потрясающая глава, мы будем читать, ее почти всю прочитаем, наверное. Давайте откроем Римлянам 12 главу, и мы будем всю почти главу читать. Итак, он начинает со слов. Итак, умоляю вас, братья, первый стих, милосердием Божьим, я умоляю вас, братья, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу, для разумного служения вашего. Он умоляет, чтобы мы предоставили себя в жертву. Мы как угодно готовы пожертвовать, только не себя. Себя в живую жертву. Для чего? Для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком, стим второй стих. Не сообразуйтесь с веком. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Дабы вам познать, что есть воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Воля Божия для младенцев благая, для шкалеров угодная, для духовных совершенная. В каком состоянии? Ты хочешь, чтобы Господь только мне благо, благо. Ты хочешь угождать, учишься, или ты хочешь ходить в совершенной воле Божьей? Благая, угодная и совершенная. Воля Божия, благая, угодная и совершенная. Дальше он говорит. По данной мне благодати, всякому из вас говорю. Не думайте о себе больше, нежели надо думать. Но думайте скромно. По мере веры, которую Бог, какую Бог каждому уделил. Бог каждому уделил определенную меру веры. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Не все делают одно и то же. Дальше идем. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь члены. Мы порознь члены. По данной мне благодати, имеем различные дарования. Кто имеет пророчество, пророчество по мере веры. Имеющие служение, пребывай в служении. Учитель обучения. Увещевательный, увещевай. Раздавательный, раздавай. В простоте. Начальник, не начальство, усердие. Благодворительный, благодвори с радушием. Любовь да будет непритворно. Отвращайтесь зла. Отвращайтесь зла. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру. Перед вами зло и добро. Уходи от зла. Уклоняйся от зла. Уходи, отвращайтесь, отвернитесь от зла, люди. Зло предлагает тебе взять его. Не соглашайся. Тебе плохо? Зло говорит, давай, сейчас всем покажи, что пусть всем будет плохо. Отвращайся от зла. Прилепляйся к добру. К добру нужно прилепиться. Зло само готово прилепиться. Ты должен от него убегать. Отвращайся, уходи от него. А к добру нужно прилепиться. Пусть добро ко мне прилепится. Нет, нет, ты прилепись к добру. Иди, прилепись к добру. Намажь себя клеем. Добро. Схватись за добро, притяни его к себе. Прилепляйся к добру. Вот это очень четкое позиционирование. От зла уклоняйся, отвращайся, уходи, избегай. Нет! К добру прилепись. Прижмись, приклейся, прилепись к добру. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы подчеркнули в вашей Библии. Уходить от зла и прилепляйся к добру. Всю жизнь нашу христианскую нам это нужно делать. Уходить, уклоняться от зла. Уклонитесь от зла. Отойдите от зла. Отвернитесь от зла. Отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру. Знаете, более красивее сказать это даже нельзя. Отвращайтесь от зла. Десятый стих. Будьте бродолюбивы друг другу с нежностью. С нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянной. В нуждах святых принимайте участие. И ревнуйте о странноприемстве или гостеприимстве. Ревнуйте о гостеприимстве. Дальше следующие стихи начинаются. Когда у нас начинаются проблемы? Раздражители, гонители. Люди, которые на нас давят. Люди, которые на нас гонят нас. Вот хочется вот в этот момент. Надоели. Как же они так детей божьих гонят? Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте. Не проклинайте. Но хочется проклясть. Он же такой гадкий, противный. Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущим. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте. Не умничай. Но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Хватит мечтать. И 17 стих. Никому не воздавайте злом за зло. Даже плохим. Никому. Посмотрите. Ни-ка-му. Вот здесь написано. Никому не воздавайте злом за зло. Опекитесь о добром перед всеми человеками. Заботьтесь о добре. Заботьтесь, чтобы у вас было добро перед всеми человеками. Заботьтесь, чтобы добро господствовало. Аллилуйя. Я обращаюсь к каждому человеку. Заботьтесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Если возможно это, пожалуйста, я вас умоляю. Я не хочу быть мирным ни с кем. Но если возможно, пожалуйста, постарайся. С вашей стороны, если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Это написано римлянам. Потрясающе. Если возможно, слушайте, 17 стих еще раз. Никому, 17 стих никому не воздавайте злом за зло. Для плотского человека, бездуховного, это естественно. За любой удар нанести ответный удар. Для духовного не воздавать злом на зло. Никому не воздавайте злом за зло. Заботьтесь о добром перед всем человеком. 19 стих. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Дальше. Не мстите за себя. 19 стих. Возлюбленные, не мстите за себя. Не, я хочу, что... Неужели они так просто? Нет. Не мстите за себя, возлюбленные. Дайте место гнева Божьему. Ибо написано, мне мчение. И я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, пусть вздохнет. Нет, накорми его. Что? Мой враг голоден, накорми его? Вы что, шутите? Если жаждет, напой его. Ибо делай сел, ты собираешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послушайте, как можно быть побежденным злом? Не будь побежден злом. Тогда, когда ты начинаешь реагировать, начинаешь воздавать злом за зло, зло победило тебя. Меня атакует зло. Вот представим, что вот эта свеча, это зло. Меня атакует зло. Оно идет на меня. Если я начинаю отдавать зло обратно, то это значит, зло вошло в меня, и я уже воздаю злом за зло. Не будь побежден злом. Не будь побежден злом. Я хочу обратиться к каждому из вас. Не будь побежден злом. Как ты можешь быть побежден злом? Да очень просто. Когда ты реагируешь на зло злом. Но побеждай зло добром. Это наш принцип, принцип нашего поведения. Побеждать зло добром. Это алгоритм христианина. Побеждать. Побеждать. Зло добром. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные. У нас время подходит к концу. И завтра я хотел бы продолжить эту тему. Зло существует. Зло реальность. Дьявол существует. Это реальность. Но когда мы с вами говорим о сражении, духовном сражении между детьми божьими и демонами поднебесной царства тьмы. Мы говорим о духовном сражении, о духовной войне, сопротивлении. Что пытается зло сделать? Зло пытается войти. Я сейчас обращаюсь к каждому человеку. Послушайте меня. Зло пытается войти в твою жизнь. Зло хочет войти в твое сердце. И зло хочет захватить твою внутренность, твой внутренний мир. И зло хочет господствовать там. Плотский человек говорит, я должен воздать. Я должен воздать. Вот здесь воздать. Я хочу воздать. Я хочу воздать злом за зло. Я считаю это правильно, если я воздам злом за зло. Почему бы мне не воздать злом за зло? Но это неправильно. Аллилуйя. Правильно, если вы не воздаете злом за зло, но воздаете добром. Воздаваете добром. Аллилуйя. Христос, когда его били Он ничего не сделал Он принимал это И мы ценим его Потому что Господь принимает это И принимал Принимал И умер Пострадал за всех нас Почему он это сделал? По одной причине Он Господь и Бог благ Бог благ И вот это состояние доброты, благости Оно должно присутствовать в нашей жизни Иногда мы становимся такими Целеустремленными И мы такие вперед стремящиеся Что у нас не остается Не остается никакой благости Нам необходимо научиться Быть добрыми Как мало сегодня Смотришь вокруг Как мало доброты вокруг Больше такого Эгоистического, потребительского Целеустремленного Все семинары Ты можешь Ты крутой Ты победитель Ты все Ты будешь выше всех Ты, 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 ты И эго растет А по мере роста эго Доброта уходит из жизни человека Научитесь быть добрыми Научитесь быть добрыми Доброта это Это Божья сущность Бог благ Бог благ Хороший Бог Добрый Когда мы говорим о доброте Давайте мы вместе Давайте вместе Научимся доброте Божьей Аминь Я хотел бы помолиться за вас Если вы не против, конечно Давайте помолимся О благости и доброте Божьей Давайте помолимся о том Чтобы благость Божья Наполняла ваши сердца Чтобы вы были Исполнены Чтобы вы Чтобы вы Наполнялись добротой Не воздавайте Злом за зло Не будь побежден злом Не будь побежден злом Не будь Не будь побежден злом Не разрешай злу Господство в твоей жизни Отец всемогущий Господь благой Я обращаюсь к тебе во имя Иисуса Христа Я молюсь Господь о каждом человеке Прямо сейчас В этой молитве Я склоняюсь перед тобой Я прошу тебя Господь Благослови Благослови Господь каждого человека Благослови Благослови каждую жизнь Благослови каждое сердце Бог всемогущий Благослови Да будет твое благословение С этими драгоценными людьми Я благословляю Именем Иисуса Христа Господь Благослови Именем Иисуса Христа Я говорю Благословение над вами Я молю Господь тебя Пускай их характер изменится Пускай их реакция на зло изменится, пускай они побеждают зло добром. Я благословляю каждого из вас во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Будьте благословенны и драгоценны. Это был прямой эфир, с вами был Максим Максимов, у меня остаются последние минуточки. Я хочу сказать, добрые люди, это люди с открытым сердцем. Это злые люди, они все время подозревают. Вы знаете, когда со мной кто-то встречается, я легко могу определить, злой человек или нет. Злой человек, он все время думает, а что ты с этого иметь будешь, а почему ты это делаешь. А добрый человек, это открытый, искренний. Когда к нам приехали из Миссури, здесь семья многодетная, и мы с ними общались, туда-сюда они посмотрели, говорят, знаете, мы вас увидели, какие вы, вы оказывается, добрые люди. Я как, ну да. Говорят, вы знаете, это через телеэкран не передается, но в общении очень четко видишь. И когда человек добрый, вы знаете, быть добрым, это быть похожим на Бога. Злой человек, он все время подозревает других людей в корыстных мотивах. И когда мне кто-то подозревает в корысти, понятия не имеет, что я делаю все бескорыстно. И он думает, ну где-то у тебя корость есть, ты все из-за денег делаешь. Я перед Господом хожу и говорю вам, я не делаю ничего из-за денег, я делаю это, потому что Господь призвал и благословил. Добрый человек помогает. Я верю, что добрые люди дают десятины приношениям. И хочу поблагодарить вас, всех-всех, всех тех людей, кто участвует в жизни, в служении Дома веры и телеканала всеми своими десятинами приношениями. Пусть Бог благословит вас. Вы добрые люди, вы открываете свое сердце, и не только свое сердце, вы открываете свой кошелек, чтобы проповедь Евангелия продолжалась по всему лесу земли. Я благословляю каждого из вас, ценю. Я просто благодарю Бога за все, что вы делаете. Пусть Бог наполнит, откроет и зальет вашу жизнь. Благословляю именем Иисуса Христа. Дорогие мои, с вами был Максим Максимов. Встретимся завтра и послезавтра в прямом эфире в это же время. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваши десятинные приношения. Пусть Бог обильно наполнит вас. Пускай Господь откроет и зальет на ваши жизни во имя Иисуса Христа. Встретимся завтра в это же время. А Дом Веры задержитесь, я буду отвечать на ваши вопросы. Хранит вас Господь. Встретимся и через несколько секунд на сайте домверы.ру я отвечу на ваши вопросы. Всем пока, люблю, ценю вас. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok Да-да-да, друзья, СНЛ, передача с Ларисой Максимовой. Интересные судьбы, интересные истории, которые могут вдохновить вас. Жми сюда. Израиль, это то, что тебе нужно. Земля обетованная. Святая земля. Земля, по которой ходил сам Господь. Тебе нужно. Ты там еще не был? Тебе нужно туда попасть. Жми сюда, и ты окунешься в атмосферу этой земли. Мертвое море. Бедуины. Гефсиманский сад. Оливковые деревья. Ты этого ничего не видел еще? Жми сюда. Да, тебе нужно попасть сюда. Земля, по которой ходил сам Бог. Дорогая, а ты хотела бы съездить в Израиль? Не сейчас. Сейчас? Друзья СНЛ, и это сейчас. Жми сюда. Это так интересно. Жми сюда. Израиль. Надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. Жмите сюда. Жмите сюда.